Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный курс и начну с вашего ускорения. В Израиле на прошлой неделе, то есть вчера в субботу, прочитали недельную главу, которая называется Эгар, а в Диаспоре во всех других странах читают предыдущую главу, которая называется Эмор. Это связано с тем, я уже это как-то рассказывал, что в Диаспоре есть восьмой день Песоха, и он выпал на Шаббат, поэтому определенный Шаббат в Израиле уже читали в следующую недельную главу, а в Диаспоре читали специальное чтение на восьмой день Песоха, который в Израиле отсутствует. Поэтому Диаспора от нас отстает на одну неделю, но поскольку я в Израиле, и мне это удобнее, вот, я вообще-то смотрел недельную главу, которая называется Эгар, и обнаружил я, что в прошлом году мы разобрали ее полностью. Глава эта небольшая, обычно она объединяется с следующей главой в Хукатай, и так оно и произойдет в Диаспоре. А на следующей неделе в Израиле читают только Бехукатай, а вне Израиле читают Бехар и Бехукатай для недельной главы. Ну, чтобы сокоординировать чтение совместно. И вот я думал, а что мы, собственно, можем разобрать? Недельная глава уже разобрана. Книга «Рут», по ней тоже у нас были занятия. Я поставил кое-какие материалы, нашу группу в Телеграм. Песенка «Бар Юхай», которую поет Лагба Омер, а Лагба Омер с Божьей помощью будет у нас на этой неделе, в среду вечером начнется, и в четверг будет продолжаться утром и днем. Вот, песенку «Бар Юхай» мы тоже разбирали в нашем курсе, и так я подумал, что ничего мне другого не остается, как только вот здесь какой-то текст тематически связанный. Вот, и подготовил я файл рассказов о Арабе Акиве. Вот, это весьма интересный с точки зрения ивритных текст, поскольку здесь иврит немного не такой, как в Танахе, это иврит, скорее, мишнаитский. Вот, и нашел я переводы этих текстов, четыре рассказика про Арабе Акиву, как Арабе Акива связан с периодом с Феррата Омер. Я надеюсь, вы все знаете. Вот, но вот тут мне подала идею Анна, подала ее в последний момент. К сожалению, я сам виноват, я не посоветовал все. С вами действительно в предыдущей главе МО мы как-то разбирали, извините, 23 параграф, поскольку он говорит о праздниках, это интересно. В этом году мы разобрали 21 параграф. Вот, и подумал я, что может быть имеет смысл, буквально вот это было несколько минут назад, я подумал, что может быть имеет смысл разобрать параграф 22. Достаточно интересный и простой. Я, конечно, не успел ничего подготовить, не успел подготовить файл, так что придется нам немного импровизировать. Но если хотите, давайте разберем его, потому что действительно в главе МО есть четыре параграфа, из них мы разобрали только два. А в главе БАР есть практически один параграф, плюс две фразы из следующего, которые мы тоже разобрали. Так что все это у нас там есть. Так, сейчас, секунду. Я всем шалом. Я думал кого-то принять или вы принимаете, да? Я принимаю, не беспокойтесь. Ага, прекрасно. Так, ну что вы думаете, товарищи? Поиграем в демократию? Разберем параграф главы МОР или сразу начнем с Раби Акилы? Я за главу. Кто-кто за. Я тоже. Ну ладно, достаточно. И так. Хорошо, хорошо. Я сразу вас предупреждаю, я готов вам помогать с теми словами, которые у меня на ходу, но поскольку я, так сказать, даю этот материал экспромтом, я не готовил файл. Вот. И что касается словаря, тоже у меня его нет. Ну, начнем. А, кстати говоря, сегодня заканчивается день, который называется Песахшени, 14 число месяца Ияра, следующего после Ниссана, но Песахшени считается два дня, и 14, и 15, как Ияра. Вот. Что такое Песахшени? Тоже, я надеюсь, вы знаете. Значит, Любавич Скиребе подчеркивал, что идея этого дня в том, что не отчаивайтесь, если вы не успели что-то сделать вовремя, Всевышний предоставляет вам второй шанс. Ну вот. Так что мы и воспользуемся. Итак. Говорил Бог Моисею следующее. Говори сынам Аарона и его сыновьям. Извините. Говори Аарону и его сыновьям. Вот теперь разберем вот это слово «Ва-Ин-Азэу». Корень здесь «Незер». Что такое «Незер»? Это корона. Кроме того, известное вам слово «Назир». Назир. Иногда этим словом переводят другое значение, не еврейское значение. Это монах. Кто такой монах? Монах – человек, удалившийся от всего мирского, посвятивший себя служению Богу. Но института монашества в иудаизме нет. Потому что идея монашества, то есть отделение от всего, так сказать, мирского, полностью противоречит идее иудаизма. Поднять этот мир ко Всевышнему. Поэтому изначальное слово «Назир» означало человек, который на время, подчеркиваю, на время взял на себя некий повышенный уровень святости. Ну, а что значит вот этот Богул? «Ва-и-назру» – «ми-кот-шев-на-Исраэль». Чтобы, да, кроме того, значит, слово «Незер» – это корона. То есть они посвятили себя, они выделились в сторону святости из от святости сынов Израиля, которая уже достаточно велика, в Илоге Халилу и не будут осквернять, буквально упрощать, сделать булбичным имя святости моей, которое они освящают мне. Я – Бог. Так сказал Всевышний. Здесь говорится об особых обязанностях именно сыновей Арона, то есть Коэров. Гимел, пожалуйста, Анна, прошу вас прямо из-под березы. Амор Алейхем. Амор Алейхем. Амор Алейхем. – Совершенно верно. Я хочу обратить ваше внимание, секунду, что вот буква «Уф» здесь имеет огласовку «Хатав Камац». Сама по себе эта огласовка очень редкая, и в современном иврите она используется только под гортанными, точнее под буквой «Эй», и то очень редко. Но в Танахе бывает и под другими буквами, в частности под «Уф». Да, спасибо. Да, переводим. – Про какое слово вы говорили? – Вот здесь. «Хаккодашим». Так, ну мы начинаем. Амор Алейхем. Скажи им, из потомства, из потомства, из поколений, всякий человек, который приблизится из потомства их к святому, к святым вещам, которые посвящают или освящают сыны Израиля Всевышнему, и будет он… А на нем нечистота, а на нем нечистота, а на нем нечистота и нечистот, и истребится душа его, это душа, передо мной. Я Всевышний, я Всевышний, я… Далее. 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 – Да. Далее. 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 И это же относится к прикоснувшемуся к всему нечистому. – Нечистому. К каждому, да. К каждому душой. То есть душе, которая находится в состоянии нечистоты. – Да. Человеку в состоянии нечистоты или человеку, который истекает из него семени. – Да. «Щихват-зара», имеется в виду не что-то обычное, а сверхъестественное. Было такое, это описывалось в предыдущих главах. Да, спасибо. Спасибо, Тимофеев, все правильно. Ирина? Да, да. Ой, потеряла я. А, вот оно. Подождите. Сдвинулся. О, ищ, ашер ягие, беколь шерец, ашер идбало, о, баадам, ашер идбало, леколь тумато. Тумато, так? Тука, нидбало, идматол. Думато. Тумато, да, да, совершенно. Так. Ирина, о, ищ, или человек, который, яга. Придет. Да? Нет, прикоснется. Прикоснется. Да, что такое шерец? Помните вы, да? Нет, не помню. Имеется в виду нечистые существа, мелкие, кишащие по земле. Сюда относятся ящерицы, улитки, черви, змеи, даже мелкие, млекопитающие типа мышей. Мне так тяжело с переводом вообще. Ирина, мы всегда вас поддержим. Не стесняйтесь. Если какое-то слово не знаете, сразу говорите. Итмаа, но, итмаа, нечистый. Который осквернит его. Осквернит нечистые. Имя человек осквернит его. Да. Лехоль тум атом. К каждой нечистоте, к любому из видов нечистоты. Кстати, не удержусь и скажу вам, что одно из объяснений, почему потребовалось именно 49 дней, чтобы евреи от выхода из Египта подготовились принять Тору, чтобы они заслужили это, заключается в том, что есть 7 видов нечистоты. Как вот здесь сказано. Коль туатор всякий. И для очищения от каждого из них требуется 7 дней. То есть можно считать, что в течение 40-х дивизий омера они последовательно очищаются от всех видов нечистоты. Но это только одно из объяснений и не самое интересное. Да. Так, теперь я читаю вам. Человек, который прикоснется к нему и нечист до вечера и не будет кушать от святости, от святого, имеется в виду жертвоприношения, те части жертвоприношений, которые должен есть коин. Да. То есть человек нечистый, коин, случайно, возможно, прикоснулся к нему. Законы передачи нечистоты весьма и весьма сложны. Должны их надо учить и надеть. Говорится об одном из случаев, если человек является нечистым по какому-то причине. У него есть туман, нечистота. Коин прикоснулся к нему. Правда, есть и другие варианты, что коин получает нечистоту человека через посредство чего-то. Допустим, да. Так вот, коин получил нечистоту, и он нечист до вечера и не будет кушать от святости, от святого. Потому что, нет, и ки-ин, кроме как, мы переводим, арахат бессароба-май, вымоет тело свое в воде. Имеется в виду, что нечист до вечера, а в порядке очищения он должен омыться. Зайн, пожалуйста, Анна. Анна, вы здесь? У нас есть еще Светлана, Светлана еще не читала. О, Светлана, а я ее не вижу. Так, кстати, Андрей, если у вас есть желание почитать вместе с нами, я иногда Натана подключаю. Он не всегда может, потому что иногда он занимается своими делами, но всегда с удовольствием его слушаем. Если будет желание, у вас в пустую очередь. Хотите? Да, я могу почитать, пока Светлана не вернется. Седьмой стих. Прекрасно, да. Так. Да, давайте, Заян. И зайдет солнце и очистится. И после этого будет есть из святого, потому что это его хлеб, ну, то есть пища его. Да, 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 то есть вот эти вот Кодашим, эти части жертвоприношений, которые передаются Коину, это его хлеб, это то, чем он питается. Спасибо. Светлана, пришла к вам очередь. Читайте букву Хет. Переведите, пожалуйста. Слово навела, помните? Навела – это животное, которое умерло своей смертью от болезни, допустим, или от старости. Трефа – это животное растерзанное, убитое, например, диким зверем. Этим же словом называется все некошерное, все трефное, даже если оно неживотного происхождения. Например, ну, сыр, изготовленный по нееврейской технологии, или, скажем, некошерное вино. Это тоже называется трефа. Трефа – это в современном иврите, это то, что противокошерности. Но, по сути слова, тореф означает растерзать, разорвать. И, например, взбитое яйцо называется яйца труфа. Так вот, навела и трефа – это умершая и растерзанная, подпадок и убитая. Ло-йо-хальп. Нельзя кушать. Не будем кушать. Мы говорим про коины, но мы знаем, что это и коины тоже не нужно кушать. Ле-там-а-ба, дабы оскверниться ею. Чтобы не оскверниться ею, не нужно кушать. Конечно. Да? Я Бог. Так вот становился вышний. Так. Тет, Тет, Ирина? Нет, теперь я точно. Теперь же точно моя очередь. Ага, торопайте, давайте. Не стесняйтесь. Так. Это какой у нас? Тет, по идее. Тет. Так, все. И соблюдут, ну, видимо, коины имеется в виду, предостережение мое и не понесут на себе грех. Точно. С него? О, да. Ну, если как бы оскверняться, если оскверняться им. Я Бог, который освещающий их. Да, да, верно. Так, у меня на какое-то мгновение прервалась связь великая. И я просто хочу сказать, что вот буквально дословно, да, и не понесут грех и умрут в нем, да? По-русски мы скажем так, по-русски мы скажем так, и не понесут грех и не понесут грех, и не умрут от этого греха. Потому что, по какой причине? Потому что осквернил он их. Осквернил? Осквернил. Осквернил. А, вот, он. Да. Так, понятно. Теперь я читаю. Спасибо, Анна. Не, подождите. Выходим за арк. Ло-йо-хай. Тимофей. Тимофей. Так. Полностью директорская палочка в ваших руках. Пожалуйста. Теперь у нас по очереди Тимофей, Темерина. И дальше по очереди. Тимофей, давай. Да, у нас Рафляху просто свой перик не прочитал. До этого. Ну ничего, я тогда читаю. Не по очереди прочитал. Окей. Ют. Вехоль зар ле-юхаль кодеш тушав коэн весахир ле-юхаль кодеш. И всякий чужой не будет есть выделенного, посвященного, святого, принесенного коэну, тушав коэн. Тушав, это имеется в виду, тушав коэн, то есть тот, кто сидит у коэна, тот, кто поселился у коэна. И сахир – это кто? Тушав, наемный работник коэна. Да. И наемный работник не будет есть святой. Понятно. Спасибо, Тимофей. Теперь я объясню. Вот я коэн. Я получаю в качестве оплаты за мой труд некое количество, в общем-то, мяса свежего, вкусного. Я должен съесть это сам. Я не имею права этим мясом кормить ни моих гостей, ни тех, кто поселился в моем хозяйстве, ни наемного работника. Хотя, наверное, очень хочется. То есть я вот эти кудаши должен съесть сам. А если я нанимаю работника, то я должен его кормить чем-то другим. Так, вот так. Ют, Алиф. Анна, распределяйте. Я посмотрю, сколько у нас есть. Анна, Гимн. Ирина. Так. Ирина. Я пришла, извините, меня отвлекли. Где мы читаем? Ют, Алиф я выделю. Ют, Алиф. В данном случае, если купит нефиш. Да-да. В данном случае, если купит нефиш. Он ехалю то. Ют, Алиф. Да. Он ест ему. А-а-а-а. Да? Ют, Алиф. Он ест в нем буквально. Так. 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 Да. Ваэлит. Бэйт Томаза. Ялит. Да. Ялит, ялит. И рожденный в доме. В доме. Кем ехалю. Бэллахамо. Едят с хлебом. Да? Они будут кушать хлеб его, буквально хлеб его. Здесь словом хлеб назван не булочка там или сухарь, а то, что Коэн получает в качестве платы за свою службу, то есть части жертвопоношений. То есть, кого Коэн имеет право кормить этим, надо посмотреть на самом деле в комментарии. Я, к сожалению, как я объяснил в начале сегодняшнего занятия, не успел посмотреть. Потому что идея разобрать вот этот параграф пришла совершенно неожиданно. Да. Ну, мы прочитали. Да. Спасибо. Так. Йохальбом. Да. Теперь Ютбет. Анна, кто? Анна вылетела. Давайте. Я прочитаю. Ага. Ну, если мы закончили очередь, то, наверное, я. А, да. Давайте я. Уват Коэн китиге лаишзар ги битумат га кодашин лотохаль. И дочь Коэна. Если будет она за человеком чужим, говорит комментарий, если дочь Коэна выйдет за человека, который не является Коэном, да, а она из турмот, из буквально поднятого священного не будет кушать, да, пусть муж ее кормит на свои деньги. Так, Андрей, тогда Ютбет гиммел читайте нам. Уват Коэн китиге альмана у груша везера эйнла вешава эльбейт авига кине урейха милэхем авига тохэль. И дочь Коэна китиге альмана у груша, если она будет вдовой или и разведенной, и потомства нет у нее, и вернется в дом отца своего, как в молодости. От хлеба отца ее будет есть, а всякий чужой не будет есть его. Совершенно верно. Спасибо большое, Андрей. Замечательно. Так, Анна, мы не только не слышим, но и не видим вас. Она снова летела. Опять вылетела. Да. Ну, давайте, Тимофей, да. Юдалет, прошу. Переводим. И человек, который съест святое в ошибке. В ошибке. Да. И добавит. Добавит. Хамиши. По стоимости, да. Да. Алаф. Ве на таблахуэн. Да, я даст койну. Да. Да. Использование святого в будничных целях, даже если оно никак не вредит реально этому святому, называется ме-иль. В точности так, как плащ. Например, некая трума, известно, что она весит ровно килограмм. Если Коэн использует ее как гирю для того, чтобы взвесить килограмм, например, муки на рынке, это тоже будет ме-ила, использование святого в будничных целях. Хотя от этого килограмма эталонного ничто не убудет. Тем не менее, за это он оказывается. Вот если человек чужой по ошибке съест то, что он съесть не должен, он должен вернуть Коэну стоимость съеденного плюс одну пятую часть. Кстати, приводится в аналогичном месте вопрос. Пятую часть от того, что это было, или так, чтобы от всего, что он дает Коэну, вот эта добавка составляла пятую часть. 20% или 25%? Так, хорошо. Моя очередь. Святой сынок Израиля. Эт Ашер Яриму, то же самое, что Трума. Легарим буквально поднимать Трума, это возношение, которое они возносят по Бугу. Да? Хорошо, теперь Ирина, чем это так за это? Ирина, чем это так. Ирина, чем это так. Ирина, чем это так. Овон – это грех. Почему мы читаем это Овон? Буква Айн имеет какую огласовку? Это то, что стоит внизу. То есть, хатав-патах, ультракраткая А. А дальше мы видим вроде бы огласовку, но это не огласовка, это буква ВАВ, которая звучит В. И огласовка у нее точка наверху, которая к самой буквы не относится. Получается слово Овон – это грех. И слово Ашма – это вина их. И понесут они грех вины их. Бе-о-хлам, за то, что они съели – это от святого. Потому что я Бог святой ваш. Спасибо, Ирина. Так, теперь я, наверное, юзейн. Ирина. Ирина. Говори о Рону и сыновь его, и всем сыновьям Израиля. И скажи им. Человек из дома Израиля и из пришельцев Израиля, который принесет жертвоприношение по всем Нидерейхем Недер – это обед. То есть человек дает обед. И по всем Нидво, там Недава – это добровольное жертвоприношение. Даже если он не дал этот обед, не оформил это как обед, но он решил, что он что-то пожертвует для Бога, который принесет жертвоприношение, полностью сжигаемое. Все сожжения, так называемые. И что же с ним продолжит Андрей? Ют-Тет. Для благоволения вашего? Для благоволения им. Что-то вот тут не очень понятно почему-то. Может быть, когда я увеличил масштаб, что-то сдвинулось. Ну, будем надеяться, что это и есть текст, что текст у нас не исказился. Но читаем то, что есть. Значит, цельного самца из крупного скота, из овец и из коз. Да, верно. Совершенно верно. Спасибо. Так, Анна? Да, я здесь. Анна Каф? Все, в чем есть порог, недостаток, не приносите, не приближайте, ибо нет благоволения, довольствия, не будет благоволения, довольствия для вас. К вам. Да, да, потому что я не возжелаю вас. Буквально так. Рацион. Слава раци. Да, верно. Так, спасибо. Каф Алиф. Тимофей? Тимофей. Каф Алиф. Каф Алиф. Я, честно говоря, не знаю. Пале, от слова пэле, это вообще-то чудо. Как это перевести? Надо бы посмотреть в словаре, но я, к сожалению, не готов. Ну, если кто-то заглянет в словаре. По изреченному обеду, как-то так переводит. Да, да, да. А, так, понятно. О, лить надава. Надава – это добровольное жертвоприношение, да? Да, или добровольное жертвоприношение крупного или мелкого скота цельным. Ну, тамим, да. Как лучше? Простым, цельным. Тамим, в данном случае, как лучше перевести. Тамим, в данном случае, без порука, да. Без недостатка, да? Да. Цельным будет лерацом по желанию. Для, да. Для того, чтобы оно было желательно. Имеется в виду, да. Ки-ну-ло-и-я-бо. Коль-му-ло-и-я-бо. Увечи, да. Не будет в нем. Это увечья недостаток, да. Не будет, не будет в нем. Да. Да, верно, спасибо. Вот так. Кто теперь? Светлана, да? Анна, распределяйте, пожалуйста, Оля. Ирина, у нас теперь. Пиваться, да. Вы еще открыли Зевах Шеламим Шеламим Это прочитали. Нет, нет, нет. Это мы прочитали. Да как где мы? Каббет. Вот, вот отсюда. Ага. Ага. Аверет, О Шабур О О О Харуц О Ябалет О Гарап О Ялебет Ялебет О Так Риву Да, тут много слов таких не очень понятных, но мы попробуем разобраться. Дело в том, что во многом это повторяется в параграфе, который мы читали из этой недели на прошлой неделе, то есть о недостатках коэнов, которые делают невозможно их служение. Иверет от слова ивер – это слепота, то есть слепое животное. О, шаву, шаву, шаву – это перелом, перелом, который сросся, но есть. Но интересно, что он был. Слово «харуц» вообще – это что-то типа не царапины, а некий недостаток. То есть это, как это перевести, вот слово «мг-мг-мг-мг-мг-мг-мг». У меня перевод говорит «надрез» на нем есть какой-то. Ну, может быть, это «надрез», да, некий недостаток плоти, да. Может быть, даже шрам. Так, вот. Ябэнет я, к сожалению, просто забыл. Бельман-глазу, кажется, да? Так, вот. И «гэрэв», «гэрэв» и «ялефет» – это тоже какие-то недостатки. К сожалению, я не успел посмотреть, да. Вид лишая, пишет Рашин. Лишай. Да, это лишай, да, у нас. Это два вида лишая. Сухой и мокрый, да? Да, 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 точно, точно. Да, были у нас есть слова. «Кольму всякий недостаток, не будет в нем». Да? А-а-а-а-а, да? Так. «Гэрэвэл» и «ялефет». «Ло такриву не приносите этих всевышнему». «Вэ и шэ» – это возжигаемые жертвы, сжигаемые. «Ло титну мэгэм» – не давайте из них. То есть ни в качестве добровольного пожертвования, ни в качестве ола. Они не проходят, да? «Аль га мизбехлахшем» – «ялефет» – то есть на жертвенник для Бога. Вот так. Теперь Кавгимал. Кто читает? Да, Светлана. Светлана. Кавгимал. Да, шор и се, это вы, конечно, помните, да? Шор – это овца. Се – это овца. Да, теперь саруа, саруа. Так, посмотрите вы, пожалуйста, перевод, да? И слово саруа, и слово калут. У которого одна конечность больше другой, саруа. А, непропорциональная, да, понятно, да? Это саруа, да, а калут? А калут – это животное, у которого копыта сомкнуты. А-а-а. Копыта не расщеплены. То есть некий дефект от рождения, да? Да, то есть у него должны расщеплены быть копыта, поскольку оно кашерное, но они у него слиты. Понятно. То есть в качестве добровольного приношения делайте его. В качестве недера, в качестве обязательства, не будет оно желанно. Так, кафдалец, я? Так, Андрей у нас не хочет почитать. Может, Андрей почитает? Андрей всегда хочет почитать. Да, у вас кого похожа у меня? Кафдалец. Маух – это с раздавленными ядрами. Да. Разбитыми и с рассеченными и отсеченными. Да, то есть животное охолощенное. Так. Не приносите в жертву Всевышнему. Да. В арцехем лото-осу. И в стране вашей так не делайте? Так не делайте, да. Это действительно логический запрет. И сейчас даже, когда не о жертвоприношении, относятся не только к кошерным животным, но и к домашним животным. Да. То есть есть определенные способы, как можно, если это необходимо, да, сделать так, чтобы кошка или кот не волновались несколько раз в год. Что доставляет, конечно, беспокойство и самому животному, и хозяину. Теперь я. Спасибо, Андрей. И из руки всякого постороннего, то есть не еврея, не приносите в жертву хлеб Всевышнего. Из всех этих, потому что мишхатам, бахэм, мишха – это буквально помазание. Помазание их на них, ущерб, дефект в них не будет желанно для вас. Может быть, перевод мишхатам, а есть какой-то другой. Может быть, это что-то нам даст. Посмотрите, пожалуйста, если не сложно. Чтобы мне не отвлекаться. Может быть, как шахат – это другое слово, как парес, но это другое слово. Нет, шахат – как шохат, там пишется по-другому. Там тав должно быть. А, порог, согласно торгу, мы пишем Траши. Это порог. Да, но у меня написано переводом. Слово шахат, наверное. Машат. Шахат. А, шахат. Да, возможно, возможно. То есть недостаток у них, и мум – это увечебник. Понятно. Так. Так, ну теперь я. Кафав, Анна? ПО? Да. Будем рады. Кафав, Анна. Кафав. Ле-Курбан, Ише-Ле-Ашем. Верно. Так, переводим. Сказал Всевышний Моисеев, как говоря, бык или овца или коза, который родится. Будет рожден. Так, ебал. Это слово еле. Будет, ну я поняла, как родится. Да, да, да. И будет семь дней под своей матерью, буквально. Матерью его, да, да. А на день восьмой, и вэгал, а, ну тут написано, и дальше. И дальше, угоден, будет он угоден для жертвы, а гнепалимы для Всевышнего. Да, спасибо, именно так. Каф-Хэт. Мафей, я помню тебе. Кафе. Вешал. О-Се. О-То. Вет бно. Ло-Тиш. Хату. Байом и хак. И быка. Или его. О-Се. Или Сте. Овцу. Да. И быка. Или овцу. Его и его сына. Окей. Его и его сына не зарежут в день. В один день. В один день, да. Запрещено. Резать. Допустим, есть какое-то большое торжество, и одного зарезанного животного не хватит. Имеются два, и они родственники друг к другу, то есть, допустим, мать и ребенок, да. Оба не могут быть зарезаны. Они не могут быть зарезаны в один день. Да. Таково, такова Аллаха. Есть. Спасибо. Так. Кафтет. Ирина. Ирина. Веки тизбэху зэ бах тода ле дунай лерцон хэм тизбэху. Не знаю. И потому что... Тизбэху зэ бах. И если что... Тизбэху. Да. Если будете зарезать в зэ бах жертвоприношение, туда благодарности нашим... Благодарности он же пробует тверцон хэм тизбэху. Да. Уплэнью вашему будете резать. Да. Да, да. Жертвоприношение благодарности приносилось в... Во все дни, кроме неких определенных, и в память об этом, поскольку молитва соответствует с джертвоприношением, мы читаем мизмор куф номер сотый, который называется мизмор ле тода. Но мы не читаем его в те дни, когда... Тода не приносилось. Приносилось. То есть, когда нет тода. Да. А именно перед Песохом. Да. В течение холомой Песох. В течение промежуточных дней Песох. Да. И по субботам. Действительно, посмотрите, в эти дни в молитвах мы не читаем вот этот мизмор ле тода. Почему не резали в Песох, потому что, по-моему, туда входили квасные ингредиенты. А почему не резали в праздниках и в субботы? Потому что, в отличие от обязательных жертвоприношений, туда является как бы пожелание. И если не принесли один день, можно принести какой-то другой день. Да. Хорошо. То да. Мы разобрали. Ламит. Так, Светлана, может, сейчас Светлана. Давайте, Светлана, конечно. Байом Ау, Яхель, Лот, Тиру, Мимену, Ат, Бокер, Ани, Адонай. Байом Гагу. Да. Тот же день. Тот же день. Да. Яхель – это значит «будет съедено». Это их им. То есть то, что зарезано туда, должно быть съедено в этот же день. Лот, Тиру, Лего, Тир – это оставлять. Не оставляйте «Мимену» от него, от Бокер. До утра? Да, Ани Аши. Что-то у вас? Кашель? Это у вас что-то у вас кашляет. Вечером расходится кашель. Да, извините. Аллергия. Да. Не знаю точно, не исключено. Так. Ламит Алиф. Да. Чьё? Андрей. Остался он. Андрей. Вперёд. Ушмартэм митсвутай. Вааситэм отам. Ани Гашем. И заповеди мои. И исполняйте их. Я Гашем. Да. Верно. Теперь, наверное, я. Да? Да. И не делайте будничным, потому что слово осквернять немножко другое значение и ему соответствует другое слово в иврите. Не делайте будничным, делайте обычным. Имя святости моей и буду я освящен в ниг дашти. Да? Беток бне и сэвси, сынов Израиля, я Всевышний, освящающий вас. Ну и последнюю фразу, наверное, возьмет Анна. Да? Да. Амутси, амутси, амутси эт хэм эрит митраем льет ла хэм лэ элой и ла элоким Ани Ашем. Который Бог, значит, предыдущая фраза Бог, освящающий вас, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вам, чтобы быть для вас Богом. Я Господь. Да, да, спасибо. Мы перевели неожиданно, как для вас, так и для меня, из главы ЭМОР, которую читали в эту субботу за границей, параграф КАФБЭТ 22. Вместо того, что я планировал прочитать что-то из рассказов про Раби Акибу, но файл этот я поставил в нашу группу в Телеграм. Там текст, выбранный из Калмуда про мудреца Раби Акибу. И я привел там переводы из перевода этих текстов, они из разных источников. Вот. Перевод может немного отличаться от текста, потому что перевод дан не до слова. Я думаю, что будет весьма полезно с точки зрения языка, если вы ознакомитесь с этими текстами самостоятельно, это возможно. Вот. Тексты не сложные, но специфичные. Там немного другой язык, не такой, как в Танахе, и не такой, как современный и к которому мы, по крайней мере, в Израиле привыкли. Ну вот, большое вам спасибо. Напоминаю вам, что на этой неделе будет Ладба Омер и желаю вам веселого праздничка. И с Божьей помощью через неделю мы встречаемся вновь. И, наверное, уже из главы Бехукатай, которую будут читать и в Израиле и в Диаспоре. Будем надеяться, что все так оно и произойдет. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо всем присутствующим. Спасибо. До свидания. Спасибо. Приходите еще, приводите друзей. Спасибо. Счастливо.